Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, Наргиза! Добрый день всем участникам нашего онлайн-мероприятия! Рад вас всех видеть! Сегодня мы попробуем провести первый наш такой онлайн-обсуждение. На самом деле мы, я имею ввиду, эко-сообщество Кыргызстана. У нас очень активное сообщество. Как многим из вас известно, мы в прошлом году создали зеленый альянс Кыргызстана. Эта организация объединяет эко-организации, бизнес, который занимается развитием зеленой экономики. На сегодняшний день мы в наших рядах более 60 членов. И мы как раз в прошлом году проводили на тему охраны окружающей среды, развития зеленой экономики, различные мероприятия. И в формате Green Talks, это был такой формат экспертных обсуждений на разные темы, собирались группы экспертов и обсуждали различные проблемы, связанные с окружающей средой и развитием зеленой экономики. Вот эти Green Talks, они были достаточно успешными. В прошлом году мы провели, по-моему, около 10 таких мероприятий. И мы хотели в этом году вот этот успех развить, потому что наши Green Talks привлекли большое внимание общественности. На них присутствовали не только эксперты, но и простые горожане. На некоторых Green Talks не было не то что сидячих мест, но и даже стоять было негде. Но только вот эта тема, она сейчас актуальна и привлекает нашу общественность. Поэтому мы хотели в этом году также на регулярной основе проводить вот такие вот Green Talks на те же самые темы, касающиеся охраны окружающей среды, касающиеся развития зеленой экономики. Но, к сожалению, сейчас мы находимся на карантине. И вот сейчас, благодаря Кабар Азия, мы имеем такую возможность с вами собраться вместе и провести вот такое онлайн мероприятие. Важность этого мероприятия, актуальность этого мероприятия Наргиза сейчас выше уже отметила. И я хочу сейчас передать слово Марии Колесниковой. Это наш первый сегодня пикер, который будет выступать на тему качества воздуха в городе Бишкек. Мария давно занимается этим вопросом. Мария Колесникова является основателем и руководителем молодежно-экологической организации, которая называется Move Green. Пожалуйста, Мария. Спасибо. Спасибо, Азамат. Я подготовила небольшую презентацию, но, наверное, больше я бы хотела, чтобы был упор сделан на то, что я говорю, потому что это такие иллюстрации. Хотела бы уточнить у вас, видно ли сейчас демонстрация моей экрана происходит, да? Да, видно. Все, хорошо, спасибо. Итак, ну я бы хотела начать, наверное, с последней новости такой, которая актуальна сегодня. Вышло новое исследование, которое связывает загрязнение воздуха с повышением уровня смертности от коронавируса. Да, я не скажу, что это приятные новости, потому что Бишкек ходит, ну, согласно нашему гражданскому мониторингу, качество воздуха, который мы проводим уже при отопительных сезонах 2017 года. Мы находимся в зоне риска, потому что, например, мы анализировали данные за прошлый отопительный сезон с октября по март, и согласно среднесуточным показателям твердых частиц, которые мы замеряем, у нас не было ни разу безопасного уровня воздуха. Вот как раз-таки такое вышло исследование. Его опубликовал New York Times, Guardian и другие источники. Хотела бы сказать, наверное, начну, больше сегодня сделаю упор на инструменты взаимодействия с государственными органами, и, наверное, расскажу о тех инструментах, которые может гражданское общество сегодня использовать для того, чтобы сотрудничать с релевантными государственными органами. Но больше на своем примере — это те стейкхолдеры, заинтересованные государственными ведомствами, с которыми мы работаем непосредственно по воздуху, по качеству атмосферного воздуха. На экране вы видите фотографию Бишкека 2014 года, сделанную с панорамы, и, как видите, даже тогда качество воздуха, вернее, висел смог, но тогда не было информационной кампании, не было данных в открытом виде. Но загрязнение воздуха в нашем городе, в столице, оно уже не первый год имеет такой высокий уровень загрязнения. Так вот, это случилось наряду, наверное, еще в 2017 году. Мы заинтересовались этим, увидели фотографии. Как раз тогда началась вырубка деревьев, да, мы получили китайский грант на реконструкцию дорог. Также мы подсчитали, что по официальным данным у нас 420 тысяч автомобилей в городе. Эта статистика разнится постоянно, потому что чиновники постоянно говорят разные цифры. Ну, примерно вот 420, это точно. Конечно, у нас ТЭЦ на угле, мы перевели его на наш уголь с более высокой изольностью. Так вот, небольшая предыстория. В ноябре 2017 года мы установили первые датчики замера качества воздуха. Мониторим PM2,5, это твердые частицы. За уже три года нашей работы, загрязнение воздуха в отопительный сезон, говорят и знают практически, ну, не все, если, но многие жители города, даже в уязвимых местах, такие как новостройки города. Хотя мы начинали тогда с ноль знания о проблеме, да, в местных СМИ не было ни одной публикации на эту тему. Сегодня благодаря открытым данным, которые я вот демонстрирую экран, который вы можете наблюдать уже с нескольких онлайн ресурсов. Это aircast.org, это movegreen.kg.map, также это есть такое мобильное приложение в андроиде, называется Avaki.g, там тоже мы транслируем эти данные. Ну и, наверное, скажу, что уже на сегодняшний момент только по нашим подсчетам более тысячи публикаций в СМИ за последние три года, посвященные теме смога в городе. Ну и сегодня мы уже вышли на такой уровень, что никто уже не скрывает, что проблема есть, и сам президент об этом говорит, и считает, что вот главным богатством столицы и вот стата нашей страны должен быть чистый воздух, хорошая экология. Вот такие результаты были достигнуты с помощью информационной кампании, гражданского мониторинга, который мы начали. Но сейчас я, наверное, перейду к некоторым барьерам, которые были на нашем пути. Мы постоянно новый отопительный сезон, когда у нас сильно высокие показатели загрязнения воздуха. Начинаем с того, что идет такое некое противодействие гражданского общества с соответственными государственными органами. Этим ответственным государственным органом, который, в принципе, отвечает за политику природоохранную во всем Кыргызстане, является Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызской республики. Так вот, у нас постоянные такие трения возникали насчет наших данных, насколько они оправданы, правдивы, насколько им можно доверять. Поэтому в 2012 году мы прошли официальную сертификацию сенсоров нашего мониторинга. Вы видите его на экране. Центр по стандартизации и метрологии при Минэкономе Кыргызстана его одобрил. И нам нужно проводить поверку раз в год всех сенсоров, что мы и сделали уже один раз. Но это просто данные, так как мы еще не успели проанализировать данные этого отопительного сезона, мы это собираемся делать, обычно мы делаем по середину апреля. Поэтому пока что данные за прошлый сезон, демонстрирую вам, да, в декабре 2018 года качество воздуха в Бишкеке в некоторые дни превысило безопасные линиты в 17 раз. Ну и вот там есть небольшая такая табличка с респираторными заболеваниями от Минздрава по 2017 год. Тоже постоянно растет. Так вот, и в последнее время тоже в соцсетях, как только наступил режим ЧСЧП, стали говорить о том, что воздух, конечно же, стал намного лучше, автомобили, потому что стало меньше. Так вот, мы решили сравнить просто марта месяцы за прошлый год и этот год. И, как вы видите наглядно, практически данные, практически никакой разницы в данных нет. Ну, без учета того, что прошлый отопительный сезон, он был значительно грязнее, чем этот отопительный сезон, вообще по всем месяцам. Но вот здесь даже в конце, начиная там с 26 марта, вы видите даже повышение уровня твердых частиц в воздухе. Кроме этого, еще один гражданский активист, тоже мы его знаем в наших сообществах, ну, я его так активистом называю, Павел Исаенко, он сделал анализ по диоксиду азоту, который как раз-таки выхлоп от автомобилей. Он взял данные каргезгидромета и сравнил их, и тоже практически мы не увидели того, что у нас низкий уровень диоксида азота. Так вот, наверное, я скажу, что перейду уже к рекомендациям, так как время каждому, насколько я помню, 10-15 минут. Наверное, первым результатом нашего взаимодействия с госструктурами стало то, что премьер-министр в 2018 году создал рабочую группу межведомственную, и мы туда тоже вошли. Это одно из, ну, таких инструментов, когда мы тоже могли повлиять на этот план, потому что в итоге в 2018 году, в июне, был подписан план комплексных мер по улучшению экологической ситуации города Бишкек на 5 лет. И его должно было реализовывать наше госагентство охраны окружающей среды, ГАОСОХА, если позволите, так буду его называть уже дальше. Мы сначала были, моя коллега Бактугульстакеева, я в этой группе, но, к сожалению, мы предлагали помочь в разработке веб-сайта Крыгэзгидромета, чтобы они тоже могли данные давать, так как мы их даем в режиме онлайн, 24 на 7, да, понятное, в цветовой гамме понятно для людей. Но столкнулись с разными проблемами и получили, ну, такие отзывы от кредитной политики и отдела финансов аппарата правительства, и, к сожалению, эти пункты были из плана удалены. И с тех пор мы только могли мониторить исполнение этого плана. Вот. К слову о том, что гражданский мониторинг качества и воздуха, и почвы, и воды может осуществляться законно на территории нашей республики согласно Конституции и согласно Орховской конвенции, стороной которой является наша страна. Вот. И сейчас мы ведем переговоры с Крыгэзгидрометом по заключению меморандума о сотрудничестве, чтобы все-таки модернизировать их веб-сайт, а также узаконить данные гражданского мониторинга. Потому что, к сожалению, на сегодняшний момент у Крыгэзгидрометта нет технических возможностей предоставлять данные загрязнений воздуха в таком же режиме, как это делаем мы. Так вот, наверное, уже к рекомендациям наконец-то передум. Тезисно. Эти данные доступны организаторам в писанном виде. Хотелось бы сказать, что официальное признание ГОСЛХ результатов гражданского мониторинга обязательно нужно, качество воздуха. Для этого нужна сертификация, ежегодная поверка сенсоров, что у нас уже есть. Хотелось бы отойти от этого противодействия гражданского общества и официально государственных органов, которые происходят уже три года. Сотрудничество Крыгэзгидрометта с гражданскими организациями, которые предоставляют альтернативные данные по качеству атмосферного воздуха в стране, на что они сейчас дали согласие, и, надеюсь, мы скоро подпишем этот меморандум с ними. Нужно обеспечить открытость и прозрачность работы ГОСЛХ, мэрии Бишкека, ГОСЭКО-техинспекции, Крыгэзгидромета. О чем я говорю? На сегодняшний момент у этих структур нет страниц в социальных сетях, мы не можем их отмечать. Особенно это актуально становится в режим ЧСЧП, когда очень много этих органов власти, можно принимать решения очень быстро, без участия общественности, и поэтому очень важно получать информацию доступно, прозрачно и быстро. На веб-сайтах этих государственных ведомств мы тоже не видим информацию и обновления. Необходимо также обеспечить активную прозрачную работу общественных советов при этих государственных ведомствах, которые я перечислила выше, потому что тоже мы не видим эту работу, и мы не участвуем в этой работе, хотя я лично два года подряд подавала свою кандидатуру. Также независимая работа по ведению антикоррупционных планов государственных органов нужно вести. Я не знаю, мои коллеги осведомлены об этом или нет, у каждого госоргана, в том числе и ГОСЛХ, есть внутри антикоррупционный отдел, который составляет их планы по мониторингу антикоррупции, скажем так. Но, к сожалению, они на сегодняшний момент напрямую зависят от директора этого ведомства. И поэтому вот здесь вместе с советом... Я прошу прощения, но у вас время, закругляйтесь, пожалуйста. Да, я как раз уже, у меня осталось буквально несколько минут. Спасибо. И поэтому гражданский сектор сегодня может мониторить исполнение антикоррупционных планов. То есть любой гражданин Кыргызской Республики может воспользоваться методикой, которая есть в открытом доступе, и произвести мониторинг антикоррупционного плана любого ведомства. Также предоставить возможность гражданскому обществу проводить... Это я уже сказала, прошу прощения. Также предоставлять данные по бюджету, расходованию средств, детально, ежегодно, открыто на официальных сайтах госорганов, что частично начала делать мэрия Бишкека. Также ГОСЛХ предоставлять данные, которые касаются экологической ситуации, здоровья населения ежегодно, в понятном виде, для населения на сайте. И ни для кого не секрет, что мы часто занимаемся переписками и отписками, и не хотелось бы продолжать такую практику. И очень нам не хватает отчетности по делегатам, по официальным делегациям, по участию нашей страны в международных экологических встречах, конференциях, климатических переговоров и другое. Вот хотелось бы, чтобы пресс-секретари были открыты и работали над этим. И вот здесь, наверное, мэрии Бишкека хотелось бы сделать такой акцент, что мы мечтаем и хотим, чтобы был учрежден общественный совет или экспертный совет при мэрии, в котором могли участвовать. Есть позитивный опыт. В прошлом году я входила в состав такой группы. Мы просмотрели шесть улиц, которые должны были реконструировать. И много решений очень интересных для этих улиц выявили, и при этом спасли зеленые насаждения. И еще, наверное, есть такой вопрос, очень важный, что ГАОС сотрудничает с мэрией, например, Бишкека при выдаче экологических справок, оценки, когда что-то очень важное происходит, реконструкция дорог в том числе. И вот здесь очень бы хотелось, чтобы этот процесс был прозрачный, и туда входили также участники из гражданского общества, из экспертных организаций. Ну, вот это оценка воздействия на окружающую среду. И, конечно же, общественные слушания. Я не успела проверить информацию, как это, законно или нет. Ну, вот, например, даже сейчас в условиях ЧП можно было бы проводить общественные слушания, например, онлайн. Но это как идея, как идея для обсуждения, да, потому что и так у нас онлайн не слишком часто проводятся общественные слушания. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Очень интересное было выступление и действительно актуальное, да, потому что вот вы вначале подчеркнули, что есть корреляция между качеством воздуха и заболеваемостью в данном случае вот этой вот эпидемии COVID, да. Вот, поэтому эта тема действительно очень такая острая и важная. И вот вы в своем выступлении, ну, если так обобщить его, вы, наверное, основной ваш посыл, это был то, что госорганы недостаточно открыты в своей работе с гражданским сектором. И в свете этого у меня сразу такой вопрос возникает. Мария, у нас сейчас есть пять минут на вопросы и ответы. Я прошу вас дать очень такой короткий ответ на мой вопрос. Как вы думаете, в чем причина, почему вот такая замкнутость наблюдается в работе государственных органов? К сожалению, это ведь экспертная встреча. Я надеюсь, я никого этим не обижу, но это признают коллеги и другие тоже. Это недостаточная институциональная память государственных органов, которые занимаются природоохранной политикой. Это недостаточная компетентность, какие-то страхи из-за этого, да, что информацию нужно скрывать или ее нельзя в таком виде подавать, да, что государство должно иметь контроль над данными и так далее. То есть, я думаю, ну и плюс, наверное, возможные коррупционные схемы здесь, да, когда мы непрозрачные и неоткрытые, это очень много домыслов порождает. Поэтому, я думаю, вот эти три. Понятно. Факторов много, да? А что именно вы могли бы полезного сделать, если бы госорганы с вами сотрудничали и были бы более открыты? Ну вот, например, то, что я проговорила, мы готовы предоставлять, поделиться своим опытом, вместе разработать веб-сайт. Мы также на загонодательном уровне работаем сейчас с Кыргыз-Гидрометом, так как нужно сначала внедрить индекс качества воздуха для того, чтобы оповещать население, которое у нас еще не внедрен. Но это все они же могли бы сделать и сами. Почему обязательно прибегать к вашей помощи? Это, наверное, риторический вопрос, потому что... Могли бы, но не делали. Да, но, наверное, здесь тоже отсутствие финансирования, отсутствие открытости, ну, какие-то тоже страхи, может быть, людей, чиновников. То есть я, наверное, не могу так прямо сказать, почему. Понятно. Хорошо, давайте доставим возможность участникам нашего мероприятия задать вопросы, если есть. Я тут вижу последний вопрос. Данные на сайте вы размещаете бесплатно? Да, абсолютно бесплатно на протяжении трех лет. Они доступны в понятном виде для всех граждан Кыргызской республики и не только. Хорошо. Еще вопросы есть какие-то? Кто-то пишет, так все-таки кто главный источник загрязнения? Ой, у нас очень любят искать главную ведьму. Я уже писала даже об этом не раз. Это не автомобили. Давайте, если так. Автомобили у нас примерно на третьем месте. Это отопление частного сектора, это выбросы ТЭЦ и автомобили. Но очень важно здесь не делать акцент на главный источник. Нужно работать комплексно по всем этим источникам загрязнения. Также еще есть у нас, кстати, свалка, которая дынет постоянно. Вот еще один участник пишет. А как же избежать загрязнения воздуха? Ну, я понимаю, что сейчас мы не сможем ответить на этот вопрос. Это очень много. Мы об этом постоянно пишем на наших страницах. Я вот демонстрировала их на экране. Заходите, пожалуйста. Мы каждый год делаем рекомендации. Они в открытом доступе. Также их направляем в госорганы, которые ответственны за политику по сохранению чистого атмосферного воздуха. Отлично. Спасибо за ответ этот, Мария. Потому что я вижу, что участник нашего мероприятия уже пишет, что она подписалась на ваши обновления, на вашей страничке. И таким образом, видимо, вы привлекаете больше в свои ряды сторонников благодаря вот этому мероприятию. Поэтому еще раз хочу поблагодарить Кабаразию и Институт исследований мира и войны за предоставление нам такой возможности рассказать об этих всех проблемах, которые мы имеем в нашей стране. Но я вижу, что участники не только из Кыргызстана. Есть у нас еще и участники из Алматы, из Казахстана, у которых такая же проблема. И вот они здесь в чате пишут, что в Алмате такая же проблема. И они тоже обеспокоены этим. Поэтому можно уже сказать, что наше мероприятие не ограничилось национальными рамками Кыргызстана, но у нас уже международное такое мероприятие. Большое спасибо еще раз, Мария. Сегодня мы хотим обсудить не только проблему качества воздуха, но у нас есть другие важные темы. Это приземление эко-повестки, какие модели сотрудничества и коммуникации помогут нашим городам. То есть, опять же, мы будем говорить о качестве экологического качества наших городов. И эта презентация будет сделана Раушан Саркеева, учредительница и председатель правления Общественного фонда городские инициативы. Пожалуйста, Раушан, у вас тоже 10 минут. Слово предоставляется вам. Добрый день всем, меня слышно. Азамас, спасибо. Спасибо организаторам за приглашение. Да, хочу уточнить. Мы очень рады, что нас позвали на дискуссию по экологии. И я, вот поговорив с организаторами, с коллегами и партнерами, поняла, что, наверное, мое выступление будет о тех опытов и уроках, которые из-за клеммы, конгресс-инициативы из работы с муниципалитетами и с госорганами. Мы работаем с 2014 года. У нас были проекты в Бишкеке, были и проекты, которые задействовали другие города. И чтобы сразу вы понимали, то есть, кто я, да, и о чем я говорю, я расскажу кратко, что вот три формата сотрудничества, которые мы практиковали в нашей организации. Первое — это совместные проекты с муниципалитетом, с мэрией города Бишкек, которые начинались с исследований. У нас был проект по развитию муниципальных библиотек. Это маленькие, небольшие, такие прикладные проекты по улучшению пространства. Но также мы собирали большие дискуссионные площадки в 2014, 2015 и 2017 году. И сотрудничали здесь не только с муниципалитетами, но также, например, с госагентством по делам МСУ. То есть, с КАМСУМО, с Министерством экономики, с крупными международными организациями. Наши площадки называются Urban Forum. И в 2017 году это был форум городов, площадка, которая была направлена на то, чтобы муниципалитеты и городские активисты и экспертные сообщества вместе общались по такому горизонтальному принципу друг с другом говорили об общих проблемах. То есть, если краска, то, чтобы город Нарын учился, в том числе перенимал опыт там Каракова, Аша успешный, а не только в стране был бы такой бишкекоцентризм. Также мы проводим исследования, и я лично тоже провожу исследования. Сегодня я поделюсь небольшими выкладками из моего исследования 2017 года. И вот Мария уже помянула, коллеги, вот мои коллеги из фонда бюджетных институтов, вместе с Мугурин участвуют в бизнес-комиссиях, участвуют в обсуждениях, которые проводят в БГА, когда она проводит, когда приглашает. И там скорее мы выполняем либо роль экспертов, либо, когда получается, роль модератора. И я сегодня, что позже расскажу, почему я вижу, что модерация это один из самых важных элементов, который сейчас отрубствует в коммуникациях между гражданским сектором, госорганами, бизнесом и другими акторами. Сейчас минутку я заширю экран. Видите? Так, видно ли? Да, здесь сайт фонда, вы можете, мы недавно его, наконец, собрали, вы можете там больше узнать о наших проектах, это как-то такие, чем занимаемся сейчас. Сейчас покажу небольшие выкладки, ой, простите, да, из моей работы 2017 года, это была работа по исследованию структуры городского сообщества на основе данных о том, как сотрудничают международные организации, НПО-сектор, низовые сообщества и сообщества по интересам друг с другом. То есть, у нас была база более 200, ответов более 200 организаций, и мы спрашивали, с кем вы сотрудничаете, по каким вопросам, как строится это сотрудничество, и я применяла визуализацию, здесь вы видите такие сетевые графы, то есть, social network analysis, анализ социальных связей, помимо анализа качественных данных, то есть, мы анализировали еще и математически всю эту структуру. и я тут сразу вам вывела проблемы, которые тогда мы обнаружили в этом исследовании, что одна из проблем, вот здесь первый тип связи, так называемая звезда, это когда есть один сильный партнер, и у остальных участников сети, связь только с ним, а не друг с другом, как вы видите. И, к сожалению, очень много таких связей, мы как раз таки видели, что на месте, например, этого центрального партнера может быть крупная донорская организация, либо НПО и бенефициар этого НПО, или, например, одно большое госагентство, допустим, министерство образования или министерство экономики, которые на себя замыкают коммуникацию и не только коммуникацию, а также ресурсы по проектам, и получается, что тип связи вот такой, большие центральные такие акторы, которые преимущественно с другими сотрудничают только, когда есть уже конкретные проекты, это все ведет к чему? Что внутри нашей структуры, связи, сети, появляется зависимость от таких крупных и устойчивых НПО, и только крупные и устойчивые выживают. Другой тип связи сетей, который был бы более устойчив и стабильный, когда больше треугольных связей, треугольников или триады еще называют. И здесь есть другое последствие. Хорошая сторона, что это более сплоченная сеть, более сбалансированное отношение между всеми и дистанция небольшая, то есть этому участнику, чтобы достичь другую часть сети, не обязательно идти только через крупного актора, он может другими такими же маленькими сообществами работая, достичь какой-то цели. Другая проблема, это проблема маленького мира, или я еще говорю, инфопузыря. это что мы видим на самом деле только то, что происходит в нашем маленьком сообществе, появляются еще какие-то смыслы и ценности, которые разделяются участниками этого сообщества и противопоставляются другим участникам сети, то есть здесь тенденция вот к такой скажем группировки, да, ну то есть как будто бы организация не тоже пучкуется по-своими, да, грубо говоря. И вторая проблема по моему таймеру, у меня еще пять минут, спасибо за мат, это вот такие структурные дыры, да, которые возникают, вот здесь как раз таки вот о чем я хочу связать с темой приземления к повестке, мы видели в нашем исследовании такие структурные дыры между допустим сообществами домкомов, ТСЖ, самыми разными низовыми организациями города Бишкек и НКО, которые уже занимаются повесткой зеленого Бишкека, экологической повесткой, либо все эти связи выстраивались через городскую администрацию или вот опять-таки через крупные НКО Тамарыж, да, у нас сейчас я буду говорить о Бишкеке, но я думаю почти такая же модель, много еще где, муниципалитет очень замыкает на себя, да, многие связи централизованные, но и сами мы, гражданское общество, делая только муниципалитет ответчиком, критики, мы очень сильно нарушаем, сделаем эту структуру вот такой зависимой от крупных сильных акторов, от решения таких полиси-мейкеров, да, и нашей структуре не хватает больше брокеров, да, так называемые организации, которые работают не только с одной повесткой, или они, например, работают с разными группами, да, вот здесь вы видите, с разными частями сети, да, и поэтому имеют влияние, потому что у них роль таких посредников, да, они переводят повестку с одного языка на другой. Здесь я пыталась, ну, это будет, наверное, потом в публикации, да, я так понимаю, на Кабарейже, условия, в которых я сейчас вижу, что нужно продвигать эко-повестку, да, и мое видение основной проблемы, да, вот это приземление, это перевод языка больших политик, допустим, тех же целей устойчивого развития ООН, да, тех же разных концепций зеленой экономики, которые принимает Минэконом, МСУР, да, и так далее, приземление нужно на уровень городов, на уровень сообществ, на уровень городской политики здесь и сейчас, потому что пока мы обсуждаем, что там, что является с точки загрязнения, либо мы обсуждаем, как же все-таки лучше высаживать деревья, либо мы обсуждаем какие-то приоритеты страновой политики в это время, в это самое время, в кабинете, допустим, мэров, вице-мэров, происходят такие судьбоносные встречи, решения, потому что они решают практическую проблему, да, вот допустим, нужно сейчас вот здесь просто разгрузить, хорошо, давайте построим большую дорогу, или даже с ужасом я увидела проект в ноябре прошлого года, выпущенный БГА, в Бишке главы архитектуры, что мы поняли, что возможно часть китайского гранта лучше потратить на то, чтобы на месте железной дороги сделать шестиполосный автобан, да, то есть решение, которое, понимаете, поменяет городскую ткань, повлияет на экологию города очень сильно, и получается, что почему инициативы, работающие с городской повесткой, это не только НКО, работающие по экологии, так получается, что вообще, как только речь идет о территории, о планировании развития территории, мы все же понимаем, что там нужны комплексные решения. В нашем опыте, когда мы делали исследования, когда мы входили в разные полиси и аналитические группы, мы видим, конечно, что приоритет у госорганов очень часто это экономика, когда речь идет о планах развития территории, о той же политике города с точки роста, да, то есть нам нужно, я думаю, совместно работать над тем, чтобы согращать вот этот лаг между тем, как решение или о каких приоритетах мы заявляем и какие подписываем там хард и прочее, и тем, как это будет внедряться в практику муниципалитета. При том, что муниципалитеты сами, они в наших условиях, в нашей административно-территориальном устройстве страны имеют достаточно много полномочий, другой вопрос и знаний. Вот в 2017 году у нас все-таки был очень хороший опыт, потому что мы увидели, как городам важно учиться друг у друга и как бы даже подсматривать друг у друга разные техники, механизмы работают с инициативами и с бизнесом. Поэтому в нашей работе мы вот придержимся такого, что акторы, которых сейчас не хватает во всей этой сети, сети взаимоотношений между госорганами, академической средой, НКО, это больше вот таких горизонтальных консорциумов связей, которые бы работали на принципах диалога. Единственное, этот процесс всегда ресурсоемкий, этот процесс всегда сложный и здесь очень важно, кто моделирует этот диалог, потому что если диалог не моделируется, а диалог просто идет такой, сначала односторонний некий требование предложения госоргану, потом госорган должен внутри это как-то решать, и все ждут его ответы позиций, то это тоже не происходит. Это на самом деле получается опять не горизонтальная структура, а вот как я вам показывала на рисунке такая звезда, такой фан-клуб вокруг одного сильного актера. Хорошо, закругляйтесь, пожалуйста. Спасибо, хорошо. И, кстати, одна из проблем, что нет у нас рабочего союза МЦУ, если был бы, это была бы очень хорошая альтернатива, чтобы эко-повестку переводить на рабочий уровень, на уровень краткосрочных решений, а у нас сейчас это основная открытка у экологии, у правительственных структур и так далее, и по работе сообщества. Ну, вот здесь в качестве примеров я привожу пару моделей, как можно наладить такие более сложные, но в то же время, наверное, более устойчивые модели сотрудничества, но мое опасение здесь, что, не опасение, я думаю, это фактор, с которым нам всем нужно работать, что все вот эти модели, как только идет это кросс-секторальное, да, как только это идет работа по обществам, у наших муниципалитетов мало потенциала, и госорганы не привыкли заниматься, да, ну, такой модерацией, работой с жителями, работой с сообществом, почему? Потому что это процесс, он месси, да, он как бы, он сложный, внутри происходят конфликты, приходится разбираться, нужно расставлять реалитеты, и так далее, вот. Хорошо, спасибо. Да, и еще вторая модель, можно я быстро все-таки закончу, это бизнес импровмент дистрикт, это модель, которая хорошо работает, когда речь идет о благоустройстве городов, ну, я предлагаю это предложение всем, наверное, подумать, как мы можем эту модель применить вот для эко-повестки, когда в рамках одного, допустим, городского района все акторы, в том числе и бизнес, и не бизнес, работают на то, чтобы улучшить экосистему, микроклимат, применить энергоэффективные решения. для этого района, соответственно, государство может разными финансовыми и не финансовыми способами расширять к этому. Спасибо. Очень интересное выступление, к сожалению, мы же немножечко вышли за время, сейчас 14.46, а по идее в 14.45 это уже выступление должно быть от Айаса Майбека, но давайте один вопрос мы зададим Равшан и потом перейдем к выступлению Атая. Равшан, в принципе, вы говорите, наверное, приблизительно о тех же проблемах, о которых говорила Мария, отсутствие достаточно такого активного взаимодействия не только между госорганами, в данном случае, о котором вы говорите, но и отсутствие такого эффективного взаимодействия между самими гражданскими организациями, что тоже достаточно важная проблема. Вот здесь наш участник прислал такой вопрос, который возможно даже обобщает и ваше выступление, и выступление Марии, что необходимо предпринять, чтобы власть и эко-сообщество стали едиными. Азамат, можно я сразу поправлюсь? В моем выступлении я говорила не то, чтобы про активное взаимодействие НКО с другом или с другом, я говорила о том, что структурно оно должно выходить, оно должно быть другим именно по структуре. То есть я думаю, что сейчас наоборот эко-организации они сильные, они уже много лет ведут очень хорошую работу. Я забыла об этом в самом начале сказать, что все наше исследование показало, что одни из самых сильных организаций во всей сети гражданского общества это те, которые занимаются повесткой изменения климата и окружающей среды. И они ближе всего госорганов. Вопрос в том, как они связаны с другими мини-сообществами, с муниципалитетами, то есть с другими акторами. То есть я предлагаю структурно уходить от того, вот такой дихотомии, что есть как будто только ГО, то есть гражданского общества и госсектор. Госсектор внутри, он тоже разносит из разных акторов. И НКО тоже. А вопрос от участника насчет единства, я думаю, это должно быть единство повестки, наверное. и я думаю, что для этого уже многое сделано. Даже ситуация пандемии, это вопрос такой солидарности общей, что мы выбираем. Мы выбираем сейчас сидеть дома и даже вести себя в экономическом кризисе, чтобы сохранить жизнь. И то же самое, такая солидарность может быть достигнута в эко-повестке. Просто я предлагаю структурно работать немножко по-другому. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Рошан. Так, у нас теперь по программе выступление следующего нашего спикера. это Атай Самыйбек, очень активный гражданин, городской планировщик Шармман. Его выступление называется «Быть горожанином это быть неравнодушным». Пожалуйста, Атай, у вас 10 минут, пожалуйста, не выходите за пределы этого времени. Благодарю Азамат. Добрый день, дорогие участники. Сегодня моя по большей степени моя получается доклад, да, больше всего доклад будет приурочен не экология, не экоповестка, а в большей степени именно социальной мобилизации и коммуникации между акторами городского развития. В данный момент из-за пандемии, из-за введения чрезвычайного положения в городе Бишкек и в целом чрезвычайной ситуации на территории всей Крымской Республики я нахожусь в городе Гант, где я прописан. И сейчас я являюсь координатором народного штаба Бизбарбес по городу Кант и Скотинскому району. Если коротко дать информацию по городу Кант, население города Кант составляет 25 тысяч человек, а население Скотинского района в совокупности составляет более 150 тысяч человек. То есть, в принципе, это большой район, и здесь, в принципе, работает, функционируют крупные промышленные, агропромышленные комплексы, крупные такие производственные цеха, которые обеспечивают продовольственной безопасностью в принципе всю республику. То есть, как Абдешата, как Кантсют, как Умутика, как 3Т. То есть, очень много крупных производственных компаний, и сейчас в данный момент именно почему я сейчас в данный момент как городской планировщик, я обозначил для себя цель, что в последующем коронавирус, пандемия, дает огромное количество возможностей, чтобы решить те вопросы, которые не решались до пандемии, до самого коронавируса. Поскольку именно вопрос, когда до этого предыдущим спикерам задавали вопрос, а как достичь единства? И я считаю, что именно эта ситуация, вопрос чрезвычайной ситуации пандемии, коронавируса, является огромной, шикарной возможностью объединить наши усилия. И вопрос, наконец-то мы добились единства и солидарности со всеми акторами, и с бизнесом, и, скажем, со всеми. То есть, есть консолидация независимо от политических взглядов, от социального статуса, от зоны ответственности, потому что и власть, и бизнес, и простые жители, простые налогоплательщики сейчас задаются вопросом, как выжить в данной ситуации, как продолжить жить в последующем, потому что кроме коронавируса нас ожидает большой экономический кризис, и мы находимся сейчас в преддверии не только экономического, но и социально-политического кризиса, потому что мы, я честно общаюсь с госорганами, местными органами власти, и они действительно не полностью понимают, и у них нет алгоритма, как действовать. И сейчас мы добились того, что есть определенная децентрализация. То есть, сейчас местные власти работают поодиночке, и действительно нуждаются в помощи со стороны бизнеса и со стороны населения. И город Канта действительно не первый раз в жизни так вышел из своего социального кузыря, потому что долгое время я общался именно с представителями НКО, с представителями городских сообществ, то есть именно Бишкека, и в первый раз я действительно попал в разные социальные группы. То есть, начиная от сообщества ЛОВАЗ, начиная с крупного бизнеса, начиная с Айлук Мэту и Акимята. И действительно, мы видим то, что самое главное, то, что нужно было сделать именно когда есть общие интересы, то действительно язык коммуникации, он упрощается, и действительно многие вопросы, вот бюрократия становится на втором месте, и многие вопросы решаются очень быстро. То есть, мы за неделю работы народного штаба мы добились действительно крупных результатов, когда милиция, Акимят, простые горожане начали тесно взаимодействовать. И также с точки зрения именно той повестки, которая на протяжении трех лет с привлечением новой политической номенклатуры в виде Сайрон Баш Риповича, как он начал продвигать последние три года развитие регионов и цифровизации, это действительно прекрасный шанс воочию развивать регионы, добившись децентрализации и развития самоорганизации внутри местных сообществ. и цифровизации, потому что в данном контексте цифровизация нам крайне необходима и мы вынуждены цифровизировать многие муниципальные государственные государственные услуги. И данный момент, вот я сейчас раскрою экран, если вы мне позволите, так, к сожалению, здесь, оказывается, я не прописал, в данный момент мы сейчас с группой единомышленников, тех людей, которые жили в Канте, но большую часть времени проводили в Бишкеке, мы наконец-то стали не квартирантами, где просто так мы приходили в Кант просто спать и принимать душ, а полностью мы сейчас 24 часа находимся в городе Кант и действительно мы пришли к Пулу единомышленников, к Пулу тех людей и профессионалов, которые действительно могут оказываться, развивать свой город по прописке. И в данный момент мы сейчас занимаемся проработкой вопросов по цифровизации нескольких муниципальных услуг и мы сейчас изучаем отечественный и международный опыт по тому, как облегчить нагрузку на муниципальные органы, потому что действительно непосредственно работая с государственными органами, мы понимаем, что сейчас на местные органы власти лежит огромная ответственность, огромная нагрузка, которую они никогда в своей жизни, возможно, не переживали. Даже события 2005-2010 года они считают не такими серьезными, как нынешняя ситуация, потому что в то время еще работала экономика, в то время люди работали, несмотря на политические катаклизмы, а сейчас стала экономика. И одно из вопросов того, который мы озвечиваем, как вообще решить проблемы экологии и так далее, и так далее, вопрос в том, какую политическую экономическую модель мы выберем после пандемии, потому что сейчас государство и экономика очень сильно уязвимы, и действительно мы пришли к тому, что наиболее легче продвигать свои реформы, потому что мы сейчас находимся в одном котельке, у нас действительно есть общий интерес это выжить и наладить функционирование жизнедеятельности государства, и государство, по моему мнению, по моему личному убеждению, местные органы власти как минимум открыты по диалогу, потому что они вынуждены сейчас с нами сотрудничать, и сейчас ведутся очень большие работы по цифровизации многих услуг, потому что наконец-то наше население начало более активно работать и более активно делать запросы по отношению к бюджетным средствам, потому что сейчас режим ЧС и режим ЧП, который позволяет видоизменять некоторые бюджетные средства, и сейчас из-за того, что у нас очень острая ситуация с продовольственной безопасностью, голодом, очень много людей находится в таком нервном состоянии и сильно требует прозрачности подотчетности властей. К сожалению, эффективной коммуникационной политике не удается, но именно благодаря некоторым шарманным активистам мы являемся некого рода своего рода медиаторами между акторами городского развития. И я считаю, что именно через эту ситуацию пандемия в большей степени это возможности, а не проблемы. То есть через пандемию можно решить и продвинуть многие свои задачи, реформы, идеи, которые были на повестке последние 5-6 лет. Большое спасибо. Большое вам спасибо, Атай. Интересно, что ваше выступление оно противоположно выступлению предыдущих спикеров, да, и вы говорите, что на самом деле сейчас идет активное взаимодействие между гражданским обществом и госорганами, но это все благодаря, так в кавычках говоря, благодаря пандемии и тому кризису, который мы сегодня наблюдаем, что именно вот этот кризис подтолкнул государственные органы для того, чтобы они теснее и активнее взаимодействовали с гражданским обществом, что на самом деле как бы дает надежду на будущее, что в будущем возможно после пандемии будет более открытыми госорганы и будут принимать гражданские общества как один из возможностей облегчения своих задач. Можно ремарку сделать? Я не сказал бы, чтобы я противоречил докладам других предыдущих спикеров. Нет, не противоречил. Вопрос в том, что структура меняется, что до этого была структура звезды, где вся власть аккумулировалась в муниципалитете или в Акимяти, но сейчас они вынуждены, они не могут полностью взять под себя контроль и обеспечить продовольственную безопасность, и они сейчас вынуждены менять всю структуру, и сейчас структура становится более комплексной и появляется новый актор в виде гражданских активистов, гражданских сообществ. То есть сейчас происходит процесс самоорганизации сообществ, взаимопомощи. Сейчас, конечно, в большей степени это просто гуманитарные вопросы, то есть обеспечение продовольствием уязвимой слои населения, но используя вот этот всплеск гражданской активности, мы, вот те люди, экоактивисты, городские планировщики, эксперты, которые работают в дискурсе городской политики, мы можем эту же волну сохранить для последующей политики продвижения и лоббирования своих интересов и своих задач, своих идей, которые мы... То есть, в принципе, вот этот кризис, он может стать возможностью для дальнейшего продолжения вот этой динамики сотрудничества между госорганами и гражданским сообществом, правильно? Да, мы не то, чтобы возможности, мы это... Это в меры, в уныной меры, чтобы как-то преодолеть последующий кризис, потому что пока никто не знает, сколько продолжится ЧП, и по моим прогнозам, потому что я сейчас работаю и читаю, работаю с международными экспертами, тяжелая экономическая ситуация, она еще более усугубит ситуацию в государственных отношениях, и действительно нас ожидает очень тяжелые ближайшие 2-3 года. Тогда получается, что госорганы все-таки будут вынуждены сотрудничать с организациями гражданского сектора и с гражданскими активистами. Если им хватит мозгов. Видимо, не будет другого выхода. Ну, сейчас у них, да, у нас такая ситуация, что... Ну, прекрасный пример, как сильно уменьшилось давление и критика по отношению к многим НКО, в том числе к ССОРС в Кыргызстан, который осуществляет очень большую работу по предоставлению медицинских... Ну, это по поддержке медработников города Бишкек и республики. То есть было очень много критики со стороны нацпатов, шовинистических групп против антибатышчил, да, то есть вот эти, которые высказывались. То есть очень много было пропаганды против западных ценностей, против НПО-организаций. И то же самое. Возможно, сейчас не будут принимать законы НПО-ИНКО, которые продвигали депутат-депутат Терпенежа. То есть сейчас конфигурация отношений между государством и НКО, мне кажется, изменится. И здесь будет больше про сотрудничество, а не про конфронтацию. Спасибо большое, Атай. Уважаемые участники, я напоминаю, что у вас у всех есть возможность задавать вопросы нашим спикерам. Если у вас назрели какие-то вопросы, вы можете написать их в чат, и они будут адресованы нашим спикерам. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас на самом деле происходит международное мероприятие, потому что здесь были участники из Казахстана, но также и были участники из Узбекистана. Я вот здесь видел, что с нами был Фархад Талипов, это эксперт из Узбекистана, поэтому я еще раз рад, что у нас такое международное мероприятие. А теперь я хочу перейти к следующему нашему спикеру. Это Анара Чойтунбаева, она является председателем Кыргызского альянса по воде и санитарии и Анара Эджер расскажет нам об опыте Кыргызского альянса по воде и санитарии по выстраиванию коммуникации и совместной работы с государственными органами и органами самоуправления по улучшению водоснабжения и санитарии. Пожалуйста, Анара Добрый день, Назамат, добрый день, ребята, коллеги. Очень приятно принимать участие, слышать ваши хорошие информации и надеемся, что будем в дальнейшем сотрудничать. Я являюсь председателем коротко КАФС, куда входят эксперты и юридические объединения, это в основном сельское общественное объединение потребителей питьевой воды. Почему мы создали? После реализации проектов в селах были созданы, были реабилитированы системы водоснабжения, но как только проект завершается, мы знаем, что после уже начинаются опять проблемы по обеспечению устойчивости этой системы водоснабжения. И мы решили активизировать работу сельско-общественного объединения потребителей питьевой воды и совместно с нашими коллегами из Европы реализовали партнерский проект совместно Кэмпалато, наша организация Алга, это из Чуя, проект Уютный дом, потому что мы уже осознали, что села, в 2014-2015 году, вы сами хорошо, наверное, представляете, в сельской местности это бытовые условия, холод, отапливается одна комната, и там и спят, и там не готовят, свет в это время отключали, туалеты самое близкое это 15 метров от дома и дальше. Поэтому как-то мы инициировали такой проект Уютный дом и в первую очередь мы там поставили свои цели в первую очередь это обучить и изучить состояние бытовых условий в сельской местности в Кочкоре, в Нарусской области и в четырех районах Сигурской области. Как мы вот это решили? Вот исследования проводили, мы сперва обучили таких инициативных представителей из средних школ учителя и активные ученики. Мы их обучили, потом они проводили базовое такое очень простое исследование о жильщах на бытовых условиях 12 сел вот в этих проектных селах. Результаты были озвучены на общественном слушании при в селе проводили собрание с приглашением представителей МСУ это Айлюк Мэтю, Айль Генеши, депутаты, квартальный комитет, ну кто есть там. И в действительности когда ученики вот это презентовали, они соглашались, что в действительности оказывается мы тратим куда? женщины особенно это ковер нужен, не нужен, но они обязательно должны купить и повесить, хотя потому что соседка купила, да, или другие вот эти. Но утеплить дом, утеплить окна, двери или же или другие вещи, они вот приоритетом не считали. Конечно, вода уже была и вот после этого мы создали девять демонстрационных центров совместно Айлюк Мэтю, они выделили комнаты, а мы вот за счет проектов в кабинете объединили кабинеты Айл Баши, вот этого СОППВ, библиотекаря и вот в этом построили вот энергоэффективные печки, вот эко-сан-туалет и установили солнечные коллекторы. До этого мы обучили из каждого села вот безработную молодежь, которые вот хотят строить изготовить солнечный коллектор, солнечную сушилку, построить энергоэффективную печку и эко-сан-туалет. Девять демонстрационных центров были созданы и также были построены энергоэффективные печки, туалеты для малоимущих на 4-5 семей в каждом селе. И после этого мы провели и создали ресурсный центр, чтобы в последующем могли производить солнечные коллекторы и разные инструменты для строительства энергоэффективной печки, солнечного коллектора, сушилки и так далее. После наши партнеры из Европы хотели, чтобы мы провели национальную конференцию в Бишкеке, но мы их убедили, чтобы это провести в Каракуле с участием всех заинтересованных государственных органов и гражданского общества. Были приглашены представители пяти министерств и агентств нашей республики. И мы проводили его три дня. Два дня они ездили по этим селам, посещали демонстрационные центры и суховные центры. И в конце пришли и как раз мы обсуждали, каким образом мы можем его внедрить и в дальнейшем его развивать. Конечно, это были первые уроки, первые шаги. И вот эти все обученные ребята, мы решили создать ассоциацию мастеров инновационных альтернативных технологий и строительства. мы создали, сейчас она очень успешно работает, она объединяет мастеров почти что уже Чуйскую область, Нарынскую, Секольскую область и производят различные альтернативные технологии, это солнечные коллекторы, сушилки, производят энергоэффективные печки, строят. Ну, это я бы сказала, я бы хотела сказать, что это был один из успешных наших проектов. И почему сейчас я хочу больше сейчас обратить внимание на то, что вот как мы выстраивали отношения с государственными органами и с другими представителями гражданского сообщества. Мы тесно работаем теми заинтересованными органами, которые на сегодня имеются. Это Департамент развития питьевого водоснабжения, ДГСН, ГАМСУ, сельские операторы, представляющие услуги водоснабжения, городские операторы, некоммерческие организации и так далее, или Сокольский фонд развития и Сокольский. Мы вот когда реализация данного проекта поняли, что в действительности после завершения проекта система водоснабжения опять начинает оставаться бесхозным. И почему? Потому что у нас очень прекрасный закон о питьевой воде. Если этот закон следовать и выполнять, тогда органы местного соуправления полностью отвечают за обеспечение и за качественную питьевую воду. Но надо сказать, что на этот документ вообще не смотрят. Или же они от случая к случаю. Поэтому как мы сделали? Когда мы этот проект завершили, нам поступило предложение от одного села. Женщины пришли, группа женщин, что у них нет воды. Они тоже хотят как соседние села тоже работать с нами. Конечно, мы сказали, у нас проектов нету. В 2014-2015 году, вы знаете, это был застой, доноры уже приостановили свои инвестиции. Поэтому было очень трудно, но когда они уже 5-6 раз к нам обратились, мы со своей командой поехали, когда мы были как раз мимо этих сел, мимо этого села, просто встретиться с населением и узнать, какова действительность положения с водоснабжением и санитарией. в действительности очень было тяжелое состояние, но люди ждали, они вот хотят деньги и все, чтобы им построили. А когда вот социальная мобилизация, надо, обещать не надо никогда, и работать надо снизу вверх. Тогда мы собрали, не всех собрали, а прям разделили по кварталам это село и пошли с населением. Прямо на улице мы проводили собрание с жителями, что они сделали до этих пор, чтобы улучшить систему водоснабжения. Конечно, был вопрос, для них тоже было это, как это так, мы вас пригласили, нет, вы скажите, у нас ничего нет, мы хотим услышать, что вы сделали, что вы хотите. И вот здесь, конечно, женщины были очень активны, потому что они страдают от нехватки воды и от его качества воды, и от плохого качества воды. И тогда они сказали, хотя бы давайте помогите нам создать такое сообщество, сельско-общественное объединение потребителей питьевой воды, потом мы, наверное, самоорганизуемся и будем тоже ходить туда и изыскывать какие-то средства и каким-то образом помогать. Но до этого покажите, что вы сможете. Как раз это был год, когда я должна была принять участие на Всемирном форуме воды в Марселе. И как раз я там ознакомилась с очень такой хорошей практикой работы по воде французов. Это водное агентство, они были созданы давно, они создали водный фонд, и городское население от своего тарифа создали водный фонд и помогали маленьким селам и поселениям, чтобы выправить ситуацию с водоснабжением санитария. Это децентрализованная водная солидарность называется. Вот это меня заинтересовало и пришли и вот этот проект как-то их тоже наверное заинтересовало. Люди тоже были очень инициативны. Они сказали давайте тогда мы тоже создадим. И вот здесь мы объединили вклад французы помогли какую-то часть региональный фонд развития Секуля сами население бизнес сообщества вот этим образом мы в одном селе полностью реабилитировали и расширили систему водоснабжения и создали бодный фонд. На сегодня она является очень примерным установили вот они как на свет приходят квитанцы оплачивают система работает и во время когда мы работали не было квартальных комитетов а когда вот в пяти участках проводили собрания люди давайте сберем одного человека чтобы он получал информацию и распространил для нас и они создали водных джамат лидеров джаматов воды и вот эти они одновременно стали квартальными комитетами вот эти женщины и на сегодня до этого вот закругляйтесь пожалуйста да 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 и я хотела бы сказать что в действительности когда мы вот поняли что у нас в Кырвостане я член различных рабочих групп мы когда разрабатывали развитие стратегии развития сектора водоснабжения водоотведения мы вот этот вопрос поднимали наша организация что у нас даже нету стратегии как может департамент работать если у него нет стратегии плана развития сельского водоснабжения водоотведения и вот этот вопрос мы озвучивали как раз в это время мы создавали это разрабатывали целевые показатели протокола воды и здоровья у нас и здесь тоже поднимались вопросы чтобы обязательно чтобы государственную норму который координировал у него должна быть стратегия у него должна быть контекция да 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 вот такие вопросы теперь также вот например сейчас мы с госорганами работаем на договорной основе департаментом мы составили договор совместно с правооном и мы проводили общественное слушание по разработке положения о тарифной политике в секторе водоснабжения водоотведения и также вот например на сегодняшний день мы работаем в селе Бакамбаева Тонского района потому что там тоже поступило предложение оказать помощь сельским общественным потребителям питьевой воды но мы разработали такой это положение о муниципальном предприятии сельской местности по эксплуатации и обслуживанию системы водоснабжения в этого села в этом прошлом году в январе его создали они я вынужден вас остановить я прошу прощения но мы уже вышли за лимит нашего времени учитывая что наше мероприятие идет онлайн а мы просто вынуждены хорошо я вот завершаю завершаю да вот я бы хотела вот какие проблемы вот например ребята говорили именно институциональная память вот когда вот департамент был в нескольких министерствах и ведомствах у них институциональная память институциональный потенциал очень был слабый и до сих пор она остается слабым поэтому они только вот как бы перевалочной базой на сегодня играет такую роль мы вас поняли понятно хорошо спасибо большое очень интересно тем более что то о чем вы рассказываете происходит на всеми нам любимом озере Иссыкуль где вопрос экологии тоже очень актуален и вот вы говорили буквально коротко ответьте пожалуйста на мой вопрос мы перейдем к следующему участнику потому что времени уже на вопросы ответы не осталось единственное вот ответьте пожалуйста водоснабжение да это хорошо а как насчет канализации потому что я отвечу на сегодня вот например по линии европейского банка развития сейчас идет реализуется начали реализоваться проекты по улучшению системы водоотведения в трех городах и но 70 процентов населения проживает в сельской местности у нас одним из основных вопросов цели является это мы уже добились чтобы вот в проектах учитывалась система водоотведения в сельской местности тоже потому что водоснабжение идет но водоотведения нету сейчас население улучшает свои бытовые условия устанавливает туалеты смывные а куда идет вода как очищается поэтому мы уже вот в прошлом уже 17 18 19 году провели тоже обучение вот в этих селах по по строительству индивидуальных септиков по очистке источных вод в индивидуальных дворовых домовых хозяйствах у нас она уже идет население уже знает обучили ребята уже зарабатывают деньги потому что в сельское место не то что в городах не то что в селах в городах канализации идет у нас поэтому в селах хотя бы должно быть индивидуальные септики не так просто там отвел и выбрасывает потому что подземные воды больше вот например где в одном селе мы работаем там подземные воды лежат на уровне 5-6 метров поэтому сейчас есть риск загрязнения того что это все попадет в нашу инфюжену все понятно спасибо большое спасибо за ваш ответ хорошо тогда мы переходим ребятам я просто скажу в связи с коронавирусом я вчера прочитала статью что именно вот вирусы вот например водоотведение да вирусы попадают именно в стоки сейчас поэтому проблема один из больших проблем тоже будет именно вот где идет вспышка вот Джалабаде Ваше сейчас в Караколе потому что кроме Бишкека и частично Ош там идет механическая и биологическая очистка а во всех городах идет только механическая очистка а значит вот эти вирусы попадают в стоки а оттуда попадают на окружающие среды тоже понятно спасибо большое хорошо так давайте мы переходим к следующему выступлению Аджар Байсалова предприниматель активистка имеет опыт работы в агентстве развития города Бишкек и она нам расскажет об опыте выстраивания партнерских отношений между НКО и муниципалитетом и бизнесом пожалуйста Аджар вам слово здравствуйте все очень приятно наверное из всех приглашенных спикеров я единственный спикер который имеет опыт работы непосредственно на муниципальной службе но я бы хотела рассказать о положительном опыте потому что нам удалось реализовать несколько проектов и я сегодня подробно расскажу о них возможно другие города и страны смогут также перенять этот опыт и добиться тоже положительных результатов решений каких-то экологических вопросов я работала в агентстве развития города Бишкек это муниципальное учреждение основным направлением была реализация инвестиционных инфраструктурных проектов развития города например был реализован такой проект как управление твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек при поддержке ЕБРР Евросоюза были взяты грантовые средства и кредитные средства как результат мы сейчас видим более такую налаженную систему работы муниципального предприятия Тазалык есть конечно еще над чем работать в том числе над полигоном как уже упоминала сегодня Мария но в любом случае проект еще продолжается и имеет какое-то продолжение конкретно я работала в отделе по поддержке гражданских инициатив и реализации проектов на самом деле мы сами создали этот отдел потому что к нам поступали инициативы от активных горожан и НКО следует отметить что основная работа была направлена на то чтобы выстроить какие-то эффективные механизмы взаимодействия гражданского сектора бизнеса и муниципалитета бизнес мы иногда получали даже запросы от бизнеса которые хотели поддержать или реализовать какие-то проекты но не знали куда обращаться какие есть что есть в плане работ муниципальных предприятий и здесь мы тоже оказывали полную административную поддержку отдельно хотелось бы еще сказать что нам приходилось еще устраивать какое-то взаимодействие эффективное взаимодействие сотрудничество внутри самого муниципалитета потому что когда горожанин обращается в мэрию он видит просто какую-то одну структуру под названием мэрия на самом деле внутри мэрии только города Бишкек существует более 30 муниципальных предприятий которые иногда оказывают друг другу платные муниципальные услуги плюс мэрия при решении каких-то вопросов должна взаимодействовать еще с государственными структурами например у нас был запрос от велосообщества города Бишкек по разработке рабочего проекта строительства велодорожки то есть это гражданский сектор который хочет иметь какой-то рабочий проект согласно которому можно было строить велодорожки по городу Бишкек и использовать велосипеды как такой альтернативный способ передвижения по городу Бизнес поддержал разработку этого рабочего проекта и мы со своим отделом полностью оказывали такую административную поддержку проводили согласование с другими муниципальными структурами такими как Бишкек Африктура управление муниципальной собственности управление капитального строительства и также нам надо было согласовывать этот рабочий проект еще и с госстроем и с госэкспертизой вот в результате мы имеем этот рабочий проект по которому сейчас строятся велодорожки и каждый год муниципальные предприятия включают свои планы работ и частями частями строят эту велодорожку еще один хороший опыт о котором я хотела бы рассказать и поделиться это конкурс городских проектов это была наша идея основное основное направление это вот как раз такое простое взаимодействие активного гражданского сектора бизнеса и муниципалитета для каждой из сторон здесь были как бы свои плюсы бизнес в основном использовал этот конкурс для решения каких-то своих маркетинговых целей чтобы они могли рассказать о каком-то своем соц направленном позиционировании для горожан это была возможность не просто высказывать какую-то идею но пойти реализовать ее причем получали какое-то финансовое вознаграждение от того же бизнеса получали средства для реализации своих инициатив мэрия в нашем лице имела возможность получить какие-то запросы от горожан даже побудить горожан к подаче вот таких вот инициатив и конечно же реализовать несколько проектов таких очень локальных небольших но по благоустройству при помощи этих горожан и не тратя свои какие-то финансовые средства а получить от бизнеса в 2016 году мы подобный конкурс реализовали при помощи одностроительной компании было реализовано три проекта и самое важное что нужно отметить это в 2016 году подобный конкурс поддержал уже другой бизнес это был коммерческий банк и в 2019 году подобный опыт уже начали транслировать на другие города этот конкурс поддержал фонд Сурас Кыргызстана и реализовали при помощи института развития молодежи в других городах таких как Каракол и Нарын и несколько других то есть простота этого механизма просто организовать конкурс она позволила институционализировать этот подход и транслировать его дальше положительный опыт который получают горожане они могут также рассказывать и другим и таким образом количество таких инициатив она возрастает что хотелось бы рассказать о подобном взаимодействии между гражданским сектором бизнесом и государством или муниципалитетом в других городах но в Соединенных Штатах Америки такие первые экологические организации были созданы в послевоенное время в 1950-х годах когда бурно развивалась экономика в США и активные горожане увидев какие результаты и последствия они имеют при этом бурном развитии разных промышленных предприятий они объединялись и сейчас мы можем наблюдать огромную сеть общественных организаций которые работают в разных масштабах и по разным методикам это могут быть очень какие-то локальные организации которые работают с какой-нибудь рекой озером или это большие юридические какие-то организации которые отслеживают выполнение экологических кодексов традиционный европейский метод больше отличается таким подходом создавать большие политические экологические партии в постсоветском пространстве в частности в России подобные организации начали создаваться в конце 90-х и они тоже имеют больше такой характер по больше похожий на американский какой-то путь когда общественные экологические организации имеют характер больше от такого гражданского сектора когда гражданский сектор объединяется в какие-то сообщества в экологические движения задает вопросы и диктует какую-то повестку в нашей стране я могу своим личным ощущениям определить что подобное движение активизировалось только за последние 5-7 лет и да следует признать тот факт что механизм принятия решений все еще ориентирован и находится в руках госструктур которые сами создают какую-то повестку принимают решения и сами контролируют и мониторят население сейчас принимает более пассивную роль потому что на основной массе необходимо решать вопросы первичных нужд затем задаваться вопросами качества воздуха тем не менее наблюдается положительная тенденция мы видим активизацию гражданского общества организаций активная часть граждан задает вопросы проводят независимый мониторинг качества воздуха или вырубки деревьев архитекторы задают поднимают вопросы энергоэффективности зданий и это положительная тенденция но иногда эти вопросы поднимаются имеют больше такой человеческий фактор нежели институциональную какую-то такую систему и да я вижу спасибо и тогда я наверное могу рассказать несколько рекомендаций которые бы хотелось больше сказать из-за личного опыта который у меня есть первое это гражданскому сектору создавать такие прецеденты положительных результатов реализации проектов но очень локальных и небольших которые не требуют больших финансовых вложений не затрагивают большую бюрократическую машину и не нужно работать с мэрией здесь есть такой очень знаете такой инструмент называется городской партизанин когда небольшая группа людей реализует какую-то маленькую инициативу например посадка деревьев или как у нас была установка навигации в центральной части города не согласовывая при этом ничего с мэрией или с какими-то другими муниципальными предприятиями мы имеем такую возможность на самом деле и я не буду побуждать горожан пойти партизанин и делать без ведома и без согласования со структурами что-то но на таких местных локальных пространствах территория у себя во дворе или у территории которая находится рядом с домом или с работой собираться реализовывать какие-то проекты получать положительные эффекты результаты они будоражат умы людей и горожан второе это существующим экологическим движением конечно заниматься просветительской работой среди населения потому что возможно люди просто не знают о каких-то методах энергоэффективных тех же зданий когда мы можем тратить меньше усилий и того же угля тратить используя просто какие-то эффективные методы при строительстве или благоустройстве дома и последнее это проводить исследования конечно собирать данные данные наше все оглашать эти результаты среди широк общественности и тем самым создавать такую повестку для политических партий для включения в планы работ местных администраций потому что и создавать такой социальный запрос потому что мэрия и государство сейчас работает таким образом что оно реагирует на социальные запросы да мы понимаем что у нас стоит там смог над городом и машины это одна из причин когда мы видим плохую ситуацию экологическую да но основная масса социального запроса говорит о том что автомобилистов и людей которые пользуются автомобилями и там загрязняют воздух больше и они требуют строительства дорог восширения дорог при котором необходимо там вырубать деревья да и если мы будем создавать вот этот если мы будем создавать вот этот запрос от людей решение более каких-то экологических вопросов то и правительство и какая-то политическая элита она будет реагировать на это ну и такое личное мое наверное такое видение которое мне хотелось бы сказать что всем организациям которые сегодня выступали и в принципе занимаются такими вопросами как экология или создание более комфортных условий для населения наоборот восширять свою деятельность усиливать свою работу потому что в этом сила и не в каких-то исполнительной ветви власти не в законодательной а именно в таких площадках которые объединяют и гражданский сектор и там вообще все население да и лиц принимающих решение вот спасибо спасибо большое Аджар но вы у нас единственный получается представитель государственных органов в данном случае муниципалитета и вы нам показали картину с обратной стороны да и мы увидели что на самом деле оказывается есть возможности есть механизмы для тесного взаимодействия госорганов с гражданским сектором и мы надеемся что эти мероприятия что такие примеры они будут только увеличиваться потому что на самом деле нас особенно ну и вообще всех граждан беспокоит чистота беспокоит экологическая чистота наших мест проживания в данном случае наших городов поэтому как как быть иначе нежели чем взаимодействовать со своими горожанами со своими гражданами и вместе вот следовать достижению общих целей по сохранению экологичности наших городов спасибо вам большое здесь у нас также есть участники на фейсбук потому что демонстрация нашего мероприятия происходит сейчас онлайн на фейсбук мы собираем вопросы и оттуда тоже поэтому прежде чем перейти к общему обсуждению я хотел бы задать вам вопрос вот здесь осель одна из наших участников пишет вам вопрос что вы подразумеваете под словом бизнес вы сказали бизнес поддержал эту инициативу что подразумевает это конкретнее ну это компания строительная компания если вопрос про конкурс городских инициатив то на самом деле мы обращались к разным донорам и это был мегаком хочется как-то больше без названий но это были разные компании но нас поддержал конкретно нас поддержала одна строительная компания которая это делала для своих маркетингов целей но другой бизнес на следующий год поддержала это был коммерческий банк вот и как я уже говорила что зачастую поддержка со стороны бизнеса это больше маркетинг да то есть это не говорит о том что у нас там такой социально ориентированный бизнес да есть к сожалению пока нет но я думаю что какая-то положительная тенденция все равно наблюдается и тем более что здесь больше нужно исходить от конкретно человека который находится и который представляет этот бизнес если сам человек является активным гражданином который задается вопрос и хотел бы поддержать эти вопросы то он просто использует те механизмы которые те возможности которыми он владеет в данном случае это была строительная компания и коммерческий банк но поддержка все-таки имеет какой-то человеческий фактор спасибо Аджар а как на ваше мнение вы дали рекомендации гражданскому обществу что вы думаете насчет того что должны делать государственные органы для того чтобы активнее взаимодействовать с гражданским сообществом что бы вы порекомендовали я не люблю вовлекать государство и даже мэрию в такую поездку потому что зачастую это органы которые исполняют какие-то планы и я больше сторонник того что гражданский сектор должен задавать вопросы а государство реагировать то есть например скажем опыт в Казахстане когда подняли вопрос о экологии в Алматы Акимат Алматы реализовал проект с помощью международного финансового института ПРООН как-то это был проект назывался зеленый город или зеленый транспорт и они запустили какие-то байк шейринг проекты и закупили экологический общественный транспорт это эта работа была проделана сверху вниз я больше верю в такую работу когда низовые какие-то инициативы и граждане задают вопросы и инициируют какую-то повестку понимаете и этот механизм он на самом деле более устойчивый когда граждане спрашивают он тяжелее потому что тут нужно менять мышление ценности людей это более тяжелый путь но он демократичный да но дело в том что госорганы не реагируют я не говорю всегда но иногда иногда в некоторых случаях бывает что нету взаимности как быть Мария хочет ответить на этот вопрос у нее очень большой опыт вообще хотелось бы от вас услышать как представителя государственных органов ну как я уже рассказывала что что должно что должно делать государство ну государство больше реагирует на запросы это вопрос социального заказа понятно понятно хорошо давайте тогда перейдем к общему обсуждению и сразу тогда Мария вам слово вы хотели включиться к этому обсуждению этого вопроса пожалуйста да спасибо большое я просто хотела наверное на этот вопрос ответить тем что наша компания уже длится третий отопительный сезон и это не только информационная компания для людей оповещения то есть публикации в социальных сетях на ТВ в СМИ но и плюс взаимодействие с государственными органами и на сегодняшний момент к сожалению мы не увидели ну и вообще наверное гражданского вообще жителей Бишкека не увидели даже не то чтобы устойчивых практически никаких решений принятых ни в комплексе ни там по одному источнику загрязнения а все почему происходит потому что из-за того что у Бишкека статус столицы плюс еще есть закон о местном самоуправлении плюс еще есть законодательный природоохранный орган а есть исполнитель как Аджара говорила и мэрия она в том числе исполнитель при мэрии есть своя экотехинспекция причем есть на государственном уровне госэкотехинспекция и есть еще Крыгизгидромет который занимается мониторингом то есть вот эти все структуры государственные ведомства они между собой до сих пор не решили кто за что отвечает на бумаге все понятно кто за что отвечает но тем не менее когда происходят обсуждения премьер-министр вызывает допустим совещание проводит непонятно кто за что должен отвечать и никакой госорган в полной мере не хочет брать на себя эту ответственность и поэтому мы увидим такую ситуацию что сегодня вопрос со смогом я понимаю за три года он бы не решился но тем не менее мы же могли уже за три года сделать какие-то первые шаги но даже они не сделаны для того чтобы говорить о комплексе не знаю даже тот план который я упоминала ну из-за того что мы не смогли там в полной мере участвовать и другие игроки не были туда вовлечены из-за гражданского общества тоже очень сложно говорить о результатах на сегодняшний момент мы мониторим исполнение этого плана он исполнил там исполнен на 7% хотя он был подписан в 2018 году поэтому вот здесь для меня больше вопрос взаимодействия между еще самими государственными органами когда дело касается конкретно в нашем случае качества воздуха столицы когда запрос есть от гражданского общества то есть я уже говорила да сегодня только ленивый не говорит в отопительный сезон что смог есть о какой смог а видел это видео ужасное с панорамы а то ой какой кошмар то есть и президент и все об этом говорят и президенту задают вопросы на финальной конференции что же вы делаете как нам избавиться от смога в городе какие решения принимаются и так далее запрос уже давно сформирован то есть он есть и ну вот здесь что еще можно сделать спасибо Мария Аджар вы хотите как-то отрегировать на это или да я могла бы рассказать о том что с вот этим пробелом и огромным разрывом между там взаимодействия как государственных и далее муниципальных и очень таких локальных администраций местных администраций он существует конечно то есть например скажем там по тому же качеству воздуха да тут нужно принимать решения это же понятно что нужно делать очень большие исследования принимать решения на более комплексные да там во-первых выявить что является там причиной да первые три они есть но доказательная база да какая-то в виде исследований и данных дальше найти конечно же тот самый орган или отдел который несет ответственность и отвечает это тоже очень большая проблема потому что госмашина очень заболократизированная и такая очень большая система где есть и государственные органы и муниципальные органы и дальше работать уже конкретно наверное с этой с этим ведомством по решению каких-то задач есть способ по-моему Мария тоже знает о нем когда создает какая-то рабочая группа куда входят всех кто более-менее задействован в этом вопросе но у нас столько много рабочих групп различных комитетов и скорее всего здесь очень важно найти какого-то одного исполнителя это может быть человек или начальник какого-нибудь отдела с которыми будет выстроена вся взаимосвязь в том числе и работа с этой рабочей группой то есть тут я бы хотела сделать больше акцент на таком человеческом факторе то есть госструктура она очень большая людей разных очень много но в том числе есть люди с которыми работать можно да и договариваться и решать и насколько я знаю у Марии есть даже депутаты которые поддерживают и используют эти лозунги в экологических вопросах в своих каких-то там предвыбывных компаниях ну и так далее спасибо большое Аджар не отходя далеко сразу здесь вопрос я так понимаю адресован вам Аджар от наших участников Асель пишет одна строительная компания одна мобильная компания это не бизнес по моим оценкам бизнес пока мало вовлечен ни в коммуникации ни в действия ни в связи с НКО ей вот добавляет Раушан наш спикер плюс один Асель очень не хватает взаимодействия с малым и средним бизнесом по эко-повестке и конкретно по кейсам по районам конечно конечно мы говорили об этом что бизнес мало-средний бизнес он не готов он не социально ориентирован да я это говорю и повторюсь у них нет нет у нас такого бизнеса да или там представителя малого среднего бизнеса который сказал бы да мы строим здание но мы за экологию и мы там готовы снижать этажность или там выдерживать все нормы расстояние между домами ради там экологии да нет зачастую нам ну как бы нам повезло работать с какими-то представителями малого-среднего бизнеса только для того чтобы они могли там использовать это в своих маркетинговых целях да как я уже говорила и но это не значит что с малым-средним бизнесом и вообще как с бизнес-сферой как таковой не нужно работать нужно работать тем более тем более что есть положительные хорошие примеры когда ассоциации каких-то там бизнес бизнес-ассоциаций типа села или какие-то еще другие участвуют в тех же там концепциях озеленения города или еще что-то да за счет своих средств привлекая каких-то экспертов и с ним в любом случае нужно работать и в очень таких маленьких небольших и очень локальных проектах у нас удалось это сделать и я изначально взяла вектор не на то что нам нужно реализовывать очень большие какие-то проекты менять законодательство да или еще что-то достаточно сделать маленькие небольшие проекты которые вот здесь и сейчас поменяют качество жизни людей которые живут там в этом районе или работают да и это важно есть положительный результат когда вот я участвую в одной небольшой инициативе она возле моего дома но мы собираем деньги такой небольшой краундфандинг и делаем там посадку деревьев потому что мы здесь живем и здесь работаем и на самом деле большую часть денег собрал именно тот малый и средний бизнес который снимает офисы внизу да есть там кафе и рестораны которые не собирают потому что им это неинтересно но они еще не поняли но нужно важно показать этот прецедент реализовать эту инициативу и показать что эта среда может стать комфортной своими силами нашими силами и это небольшие средства и небольшие сроки спасибо большое Аджар здесь участник Джаньях Хайбулина пишет малый и средний бизнес пытается выжить в наших реалиях мне кажется что нельзя на них ориентироваться работать конечно нужно и они в свою очередь сталкиваются с гневом и недопониманием населения у нас есть кейс когда Би Групп решили построить больницы для больных их обвинили в том что это акт заработка и пиара вот есть такая проблема я так понимаю этот участник из Казахстана из Алматы но на самом деле такая же ситуация наблюдается и в нашей стране поэтому действительно я согласен с Джанией что рассчитывать на малый и средний бизнес особо не приходится действительно они сами еле выживают да Равшан вы хотите что-то сказать? да мне кажется здесь важно допомнить что когда мы говорим о работе с МСБ да или рассчитывать на них это не значит что мы хотим просто ну как бы как в нагрузку взять в них какие-то деньги и так далее речь же идет о проектах где есть какие-то взаимовыгодные решения да например по той же энергофиктивности по солнцезащите нужно искать вот такие решения потому что я думаю что все кто когда-то работал в МСБ как контрагент или в МСБ работали все понимают это ситуация да и что такое МСБ МСБ это не какой-то бизнес у которого там запрятан мешок денег и они не знают куда его деть нет конечно здесь вот я думаю речь идет о таких совместных проектах где и очень важно именно над этим работать вот кстати даже сейчас в нашей группе в нашем обсуждении так четко было видно вот эта модель из-за такого мискоммуникации и вы подумали что Адяар это представитель прям мэрии что она сейчас там работает сразу все вопросы стали по мэрии там по общению вот к ней да и мы забыли что мы здесь да все сидящие на самом деле разным опытом можем вот так вот по-разному по-другому делиться то же самое я думаю с МСБ я думаю сейчас к какому-то решению прямо вот в этом в этой конференции мы может быть и не придем потому что у всех разный опыт с МСБ есть проблемы где можно найти эти взаимовыгодные решения а есть проблемы а есть такие участки где нельзя конечно нельзя прийти к швейному цеху и просто сказать да вы не можете теперь теперь там топить обрезками тканей тебя да нам нужно понимать разные уязвимые группы тоже да и как с ними работать и где это применимо а где нет да но в то же время смотрите если так считать допустим если один какой-то там крупный бизнес-сенсор защитит ну направит деньги на то чтобы поставить солнцезащиту наружную которая сохраняет энергию избавляет их от кондиционирования и так далее это же тоже будет достаточно большой эффект и достаточно хороший выброс и причем самое главное в этом моменте когда есть один успешный кейс работать над тем чтобы его реплицировать чтобы другие узнавали об этой практике и так далее и вот Асель как раз работает с КСО и вот такие акторы сейчас нужны которые помогут все это переводить на язык бизнеса искать вот такие выгодные предложения и очень важный здесь академический сектор инженеры разработчики изобретатели которые будут решать вот такие три задачи потому что иногда мы видим проблему и активисты ее актуализировали мы понимаем как эта проблема распространяется мы видим что государство должно действовать но иногда вот честно и у государства и даже у НПО мы все можем оказаться когда мы еще не знаем решения и мы и вот здесь важно пробовать маленькими шажками здесь важно обращаться к инженерам к изобретателям за разными решениями и потом уже разными моделями кустротничества привлекать к этому делу и малый и средний бизнес и крупный и городские сообщества ну вот это мой такой ответ на дискуссию последних 20 минут спасибо спасибо Равшан Аджар по-моему поднимала руку но я до этого хотел бы зачитать здесь сообщение от Джани Хайбулиной я работаю в международной организации которая взаимодействует с гидрометслужбами стран Центральной Азии проблема именно в том что МСБ в первую очередь хочет заработать в условиях нестабильного курса доллара очень сложно донести важность экологических мероприятий возможно необходимо объединить усилия активистов и делиться опытом пожалуйста Аджар я хотела бы подчеркнуть то что хоть я рассказала об опыте работы в муниципальном службе но я уже бывший сотрудник мэрии города Бишкек это первое и второе это не помешало нам тем не менее оставаться в одной какой-то повестке со всеми активистами которые вот и сегодня есть которых сегодня здесь но мы в любом случае собираемся и инициируем какие-то проекты и вот этот опыт он все равно остался и дает какое-то продолжение второе по вопросу малого и среднего бизнеса у некоторых компаний уже были заложены бюджеты на маркетинговые цели и мы просто нашли какие-то точки соприкосновения где смогли вместе добиться каких-то результатов то есть не было такого что государство или муниципалитет принуждает какие-то компании и частные компании выделять средства нет на самом деле это имело все-таки более человеческий характер нет никакого принуждения это было в рамках согласования и партнерских отношений и вот опыт который у меня был на самом деле показал хорошие результаты и это были небольшие проекты и небольшие средства спасибо спасибо Аджар Атай здравствуйте благодарю всех за дискуссию я внимательно следил и наша дискуссия называется механизм решения экологических проблем но как если брать за основу те же академические работы крупных исследователей крупных академических работников все они последние 20 лет говорят о том что экологические проблемы невозможно решить без экономического развития потому что тот же проблема воздуха те же например вопросы водоотведения их просто элементарно не хватает денег вы посмотрите все последние 20-30 проектов которые были сделаны с точки зрения эффективности водоотведения водоотведения все они были сделаны за счет кредитов или грантов и здесь вопрос стоит в том чтобы как сделать так чтобы бизнесу крупному бизнесу малому и среднему бизнесу было выгодно быть экофрендли потому что и здесь в большей степени работа именно в просвещении в экономических вопросах то есть мы часто в последнее время мы работали с той же Нурджан Абдрасолу по теме того чтобы снизить все налоговые пошлины на закупку энергоэффективных материалов потому что если мы будем действительно делать таким образом чтобы энергоэффективные решения были экономически обоснованы и привлекательны то любой бизнес будет подключаться к этому потому что любой бизнес считает деньги и в данный момент часто возникает вопрос пока экологически не френд то есть экологически вредные продукты или некоторые экологически вредные технологии по финансовому аналитике становятся краткосрочной перспективой сейчас выгоднее для бизнеса но если мы сделаем так и мы создадим механизмы когда энергоэффективные решения когда действительно забота об окружающей среде и социальном развитии то есть когда принципы устойчивого развития станут действительно поняты бизнесом и в долгосрочной перспективе они будут понимать что действительно не только пиариться нужно к СО 2% кинуть на какие-то посадки деревьев а действительно они в долгосрочной перспективе будут понимать что действительно это выгодно с точки зрения их развития развития корпоративного развития бизнеса то тогда только возможно будет говорить о проблемах и механизмах экологических проблем. Потому что действительно, я, лично мое мнение, мне кажется, без экономического развития невозможно решать экологические проблемы. Но как развивать экономику, это тоже отдельный большой вопрос. Большое спасибо. Спасибо. Атай? Да, Аджар, пожалуйста. Мне хотелось бы, конечно, еще раз сделать акцент на том, что очень важно создавать социальный заказ, который влияет не только на госструктуру и на муниципалитет, но и на бизнес тоже. Если население будет требовать каких-то экологических решений при том же строительстве дома и будут покупать какие-то квартиры, где будет более благоустроенная территория, то строительные компании тоже будут реагировать на вот такие вот запросы. Понятно. Спасибо большое, Аджар. Коллеги, осталось мало времени, буквально 2-3 минутки. И здесь давно уже у нас стоял вопрос из Фейсбука по поводу эко-журналистики. Вот здесь участник спрашивает, есть ли какие-то журналисты, которые активно освещают этот вопрос? Кто-то хочет ответить из вас? Я уже ответила там в чате. Вопрос будет, как проблема окружающей среды в Кыргызстане. Тогда это обсуждать не будем. В чате вы уже ответили. Ну, я и свое мнение, если коллеги еще что-то добавят. Кто-то хочет добавить насчет этого что-то, нет? Все, понял. Тогда, коллеги, вас всех благодарю за активное участие. Извините меня, пожалуйста, если где-то вас прерывал, но, к сожалению, формат нашего мероприятия вынуждает нас жестко следовать таймингу. Поэтому всех благодарю. это наше первое такое мероприятие. Я надеюсь, в будущем мы нарастим наши объемы и опыт и таких мероприятий будет намного чаще. Поэтому всем вам спасибо и до встречи.